Российско-украинская граница вновь встала. На КПП скопили сотни грузовых автомобилей, сообщает РБК Украина. По грандслужбе республики заявляют сложности, связанные с усилением таможенного контроля с российской стороны. ФТС России отмечают, что с 28 октября вступили в силу новые меры таможенного транзита. По ним въезжающие автомобили должны иметь обеспечение на груз, поручительство, денежный залог, банковскую гарантию, залог имущества и предварительное декларирование. Упрощенный въезд по книжкам международных дорожных перевозок отменяется. Налоговые службы заявляют, что потеряли из-за их использования 20 миллиардов рублей. Тем временем не могут найти общий язык на автогаз и Газпром по вопросу введения авансовой системы оплаты газа. Переговоры могут начаться сегодня. Украинская делегация все еще остается в Москве и утверждает, что конфликт вот-вот будет решен. Но сегодняшнее заявление руководства Газпрома практически не оставляет надежду украинской стороне. Зам. предправления Валерий Голубев заявил, что предоплату на газхолдинг может потребовать уже в ноябре, если долг не будет урегулирован. Да, собственно, еще вчера в Газпроме сказали, никаких переговоров с украинцами не ведут. Ситуация критическая. Эксперты уверены, в Украине конфликты с Россией только на руку. Они стимулируют республику сокращать зависимость от российских энергоносителей. Украина очень интересно себя ведет. Она переходит на энергосберегающую экономику. Она переводит электростанции с газа на уголь. Она заключает очень интересный контракт. Вот совсем недавно на 10 миллиардов долларов уже второй контракт по разработке месторождения сланцевого газа. Она переводит, например, свой автотранспорт на смешанное топливо. Правда, оплачивает переход на инновационные рельсы. Украина из чужого кармана. Деньги на модернизацию дают друзья Запада. И источник в любой момент может иссякнуть. Как выяснилось накануне сближения Украины с Европой, хотя далеко не все члены ЕС, по заявлению главы внешнеполитического ведомства Польши Родослава Сикорского, саммит Восточного партнерства, на котором Киев собирался подписать соглашение об ассоциации, могут перенести на 2014 год. Формально повод для этого нежелания Виктора Януковича освобождать Юлию Тимошенко.